Но у нас и в 30-м году не было такого, понимаете, Китай и Корея, и даже Япония, это совершенно другие культуры. Они закрыты действительно, и никто не пролезет ни в Японию по-настоящему в их культуру, ее не разрушат. А у нас, в общем-то, постоянно шла симбиоз и конфликт с Западом. И наша культура, ее невозможно закрыть от Запада, и невозможно закрыть Запад от нас. Это другая совсем конфигурация, и никакого... Ну, просто это невозможно, понимаете. Даже в сталинские времена говорят тоталитаризм. Тем не менее, у нас в каких-то смыслах мы даже более западные были, чем там. Когда-то читали литературу западную больше, чем на Западную. Ну, в какой-то период, когда был подъем культурный. Но это было естественно, никто этого не... Ну и так же, это начинается с Петра, понимаете. Как только у нас, как говорится, ассимилировали западную науку, она у нас вошла в культуру довольно быстро. У нас не было антиинтеллектуальных каких-то движений, антинаучных. Ну, были какие-то маргинальные там точки. А так, это... Это, так сказать, вот этот синтез произошло. То, чего нет в Китае, например. Они науку не пускают в свою культуру. Говорят, мы будем все делать по технологии, да. Но у нас культура такая, ну, она сложная, конечно, да. Что вот рационализм научный, он ее разрушит. Если вот этот рационализм будет, как говорится, принят как... Ну, такое, как... Культурный генотип. Вот у нас культурный генотип, он очень... Ну, он... Это метафора генотип, да. Вот он принял в себя вот науку западную. И вам, я говорю, все-таки в контакте с западом, я думаю, это в какой-то степени благодарит... Благодаря православию у нас мышления более рациональные, более открытые. Хотя очень много у нас мы отстаем, там, не знаем чего-то. Но вот закрыть нас невозможно. Спасибо.